Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня у меня в гостях Маргарита Зырянова, хирург-имплантолог, парадентолог, Центр эстетической стоматологии «Денталия». Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Здравствуйте. Сегодня говорить мы с вами будем о базальной имплантации. В каких случаях она рекомендуется и, на самом деле, что она человеку в итоге дает, какую пользу она в итоге дает. Но сначала я хочу вас поинтересоваться, в каких случаях вообще, в принципе, импланты требуются людям? Хочется начать в первую очередь со статистики. Чаще всего имплантация требуется пациентам с потерей зубов, с потерей одного, нескольких зубов, либо с потерей всех зубов. По данным статистики Кировского департамента здравоохранения, в нашем регионе проблема потери зубов составляет порядка 75%. Поясните, пожалуйста, что за цифры, откуда они берутся? Статистика проводится ежегодно с учетом обращаемости пациента в государственные учреждения Кировской области. То есть процент считается в течение года среднестатистические данные. Хочется отметить, что у 18% из этих людей отмечается полная потеря зубов на одной или на обеих челюстях. На верхней, либо на нижней? Либо на верхней, либо на нижней, либо на обеих челюстях. То есть речь идет, да, у 18% людей, которые обратились в клинику государственную, у 18% из обратившихся вообще отсутствует верхняя, либо нижняя цифра. Да, именно так. То есть это очень большие цифры. Очень большие цифры. Именно в нашем регионе. Поэтому раньше с этой проблемой справлялись с применением несъемных протезов, мастовидных протезов, либо с применением съемного вида протезирования. В дальнейшем появились методики имплантации. Первая, самая распространенная методика имплантации – это классическая или двухэтапная имплантация. Конечно, вот эти варианты протезирования долгое время могли справляться каким-то образом с ситуацией. Но есть ситуации, с которыми не может справиться, не могут справиться данные виды протезирования. Вот, например, очень выраженная, сильная атрофия костной ткани, когда по каким-либо причинам пациенту невозможно произвести аугментацию, то есть наращивание костной ткани. А наращивание для чего происходит, чтобы имплант не крепче держался? Для того, чтобы поставить имплантат. Для фиксации классического имплантата требуется достаточный объем костной ткани, достаточная высота костной ткани. К сожалению, у пациентов, которые потеряли зубы, не всегда бывают такие условия, поэтому приходится прибегать к процедуре… Да, искусственно создавать кость, то есть прибегать к процедуре наращивания костной ткани. Не всегда такие операции бывают успешными по разным причинам, поэтому такие пациенты чаще всего были обречены всё-таки на съёмное протезирование. Но медицина не стоит на месте. И был изобретён новый способ имплантации. Хотя в Европе этот способ имплантации, базальная имплантация, применяется уже более 20 лет. То есть до нас он так долго доходил. До нас он так долго доходил. Да, нами проведено успешно уже более 600 операций. Конечно, не бывает без каких-то моментов осложнений, но это очень низкий процент осложнений. И все осложнения, они абсолютно поправимы. То есть пациенты не остаются без имплантатов, не остаются без зубов. И все пациенты очень довольны. То есть есть сразу же, давайте говорим, некая гарантия, которую получают пациенты на проделанные, будем так говорить, работы, на операцию. С помощью этой гарантии любую проблему, гарантийную проблему, можно будет устранить. Конечно. Гарантийный срок составляет 2 года. То есть это тот срок, когда происходит полное приживление имплантатов в костной ткани, восстановление функции жевания. То есть если какая-то проблема возникает в этот период, она полностью решаема клиникой, докторами клиники, абсолютно без затрат пациента. Давайте все-таки скажем, вот мы говорим, базальные имплантации. Что это такое? Базальные имплантации – это новый метод установки имплантата. И хочется сказать отличие от классической имплантации. То есть классический имплантат устанавливается в мягкую костную ткань, базальный имплантат устанавливается в более глубокую часть костной ткани. То есть так основательнее гораздо. В основании так называемую базальную кость. Отсюда и произошло название базальной имплантации. Эта кость есть у каждого человека в течение всей жизни. Она не подвергается изменениям. В ней замедлены все процессы обмена веществ. И имплантат в ней фиксируется очень крепко. Соответственно, поскольку процессов в ней не происходит, соответственно, можно предположить, что разрушения там будут какие-то минимальные. Да, разрушения будут минимальные. Конечно. То есть как забетонировать. Да, если классический имплантат устанавливается в мягкую кость, мягкая кость подвергается изменениям в течение жизни, атрофии, то базальный имплантат устанавливается в очень прочную часть кости, в базальную кость, очень крепко. Соответственно, это даёт гарантию того, что имплантат в 90% случаев приживается в костной ткани. В базальную ткань, в базальную кость, соответственно, внедряется, вы там устанавливаете какое-то основание для импланта, да? Правильно я понимаю? Да, то есть сам корень, искусственный корень. И в дальнейшем на имплантат устанавливается несъёмный протез, то есть искусственные зубы, скажем так, с помощью которых пациент жуёт. То есть... Давайте я так спрошу, несъёмный протез, который вы говорите, сам зуб, то, что он несъёмный, это хорошо или плохо? Вот объясните мне. Конечно, хорошо. То есть этот протез не нужно снимать в первую очередь. То есть это очень важно для пациента. То есть не проникают частички пищи элементарно туда под протез? Конечно. Этот протез не натирает слизистую. Он абсолютно функционален. То есть он полностью заменяет свои собственные зубы, что очень важно для пациента. Он занимает минимум места в полости рта. То есть это практически те же самые свои зубы, несъёмные. А вот расскажите, каким образом эти же самые зубы, то есть как делается слепок и насколько, как именно он подгоняется под размер собственных зубов, по цвету, по размеру? Или есть какие-то шаблонные модели, которые просто подбираются? Ну, во-первых, когда пациент обращается на консультацию к доктору, если у пациента есть свои собственные зубы, то есть потеря составляет один или несколько зубов, ориентир – это свои зубы. То есть ориентир – это форма, это цвет зуба. Если у пациента отсутствуют зубы, то мы просим принести свою фотографию тех времён, когда ещё были зубы, фотографию с улыбкой, да. Либо пациент уже рассказывает нам о своих предпочтениях, какие бы он хотел получить зубы, форму зубов, цвет зубов. Ну и есть определённые стандартные показатели, на которые мы должны ориентироваться. То есть это форма лица, это цвет кожных покровов, на основании которых можно подобрать соответствующую форму зубов и цвет зубов, ширину зубов, высоту зубов. До имплантации снимаются слепки. На основании этих слепков изготавливаются гипсовые модели, то есть это прототип челюстей, только вне полости рта. В лаборатории после имплантации снимаются повторные слепки, и в лаборатории уже производится моделировка искусственных зубов на основании этих слепков. Так как снимаются несколько слепков после имплантации, то это даст гарантию более точного прилегания в дальнейшем будущих зубов на сами имплантаты. В процессе лечения проводится несколько примерок. Во время примерок пациенты смотрят форму зубов, цвет зубов. Всё ли нравится. Всё ли нравится, состояние прикуса, улыбки. Улыбки, да. И обсуждают с доктором. Если что-то пациенту не нравится, это всё можно скорректировать на этапах примерки, чтобы уже в дальнейшем техник изготовил более точный, более красивый протез, который будет нравиться пациенту. Рассказываете, всё очень здорово и красиво. Но, Марганда Михайловна, Вы упомянули о том, что в мировой практике, в европейской практике, базальные импланты распространены довольно-таки основательно. В Кирове Вы, по сути, дентали являетесь первопроходцами. Почему так получается? Что тормозит развитие базальной имплантации в Кирове, в частности? Хочется начать с того, что это очень сложный метод имплантации. Он совершенно разительно отличается от классического метода имплантации. И для того, чтобы начать заниматься базальной имплантацией, у хирургов должно сложиться совершенно другое мысление, нежели при применении классической имплантации. Объясните, в чём это заключается? Требуется, во-первых, огромный запас знаний в области челюстно-лицевой хирургии. То есть какие-то дополнительные курсы должны пройти? Да, дополнительное обучение. Требуется многолетний опыт работы в области челюстно-лицевой хирургии, в области гнатологии, в области общей стоматологии. К сожалению, большинство докторов-хирургов, начав заниматься базальной имплантацией, при этом много лет те хирурги, которые много лет занимались классической имплантацией, получают достаточно большой процент осложнений, потому что базальная имплантация – это совершенно другая область имплантации. Для лечения пациентов именно таким способом требуется команда специалистов. Не один человек, а именно команда. Команда специалистов, команда думающих широко специалистов. То есть здесь же важно не просто закрыть дырку, скажем так, да, здесь важно понять, как эти имплантаты будут функционировать в общем зубочеречной системе, взаимодействовать с организмом, как пациент будет ими функционировать, чтобы он правильно начал жевать, чтобы правильно работали суставы, чтобы правильно работал позвоночник. То есть это очень связано со всеми органами у нас в организме. То есть мы можем говорить о том, что специалисты Центра Денталия, как раз это та самая сплочённая команда, о которой Вы говорите, с широкими взглядами на челюстно-лицевую хирургию, на вопрос имплантации, на стоматологию и на общую медицину. Для тех, кто готовы учиться, готовы совершенствоваться постоянно и готовы делать так, чтобы их пациентам было на самом деле комфортно, чтобы все операции, которые они проводили, мы стремимся к 100%, чтобы были эффективны и как можно с меньшим уровнем какого-то противопоказания риска. Да, конечно. Каждый пациент, который обращается в клинику, проходит очень серьёзное обследование. Да, вы давайте по ходу, как это всё происходит. Да, что немаловажно для успешного лечения с помощью, с применением метода базальной имплантации. Пациент обязательно должен пройти полное рентгенологическое обследование, то есть это не только обзорный снимок ортопантомограммы, это компьютерная томография, это телерентгенография, для того, чтобы доктор спрогнозировал объём операции, посмотрел состояние костной ткани, объём костной ткани, наличие каких-то деформаций в зубочелюстной системе, посмотрел здоровье зубов, наличие очагов хронической инфекции и правильно спланировал объём операции и ход операции. Далее пациент, доктор обязательно должен знать всё о состоянии здоровья пациента. То есть пациенту рекомендовано пройти определённое обследование, сдать анализы, получить заключение терапевта о том, что с его здоровьем всё в порядке, ему не противопоказан данный метод имплантации. Далее пациент обязательно должен пройти консультации всех специалистов-стоматологов, то есть это хирург-имплантолог, это врач-ортопед, это врач-парадонтолог в обязательном порядке. Врач-парадонтолог очень важный доктор в этом звене, потому что врач-парадонтолог даёт прогноз по каждому оставшемуся зубу, сколько он примерно ещё сможет прослужить, насколько он сможет выдержать рядом располагающейся конструкции. Также консультацию врача-терапевта-стоматолога, если ещё присутствуют какие-либо зубы, пройти необходимую санацию полости рта, чистку зубов перед имплантацией оставшихся зубов, если они есть. То есть пациент должен прийти на операцию полностью подготовленным, полностью оционированным, чтобы сама операция проходила в стерильных условиях. Это тоже очень важно. То есть это, соответственно, уменьшает риск осложнений. Давайте вернёмся к начальному этапу. Я так понимаю, что ряд тех обследований, которые вы сейчас перечислили, можно сделать в рентале непосредственно. Да, конечно. То есть все обследования всех докторов, кроме общих анализов и заключения терапевта, этим занимаются другие клиники. Да, ну и в одной из первых моментов следует задуматься о показаниях и противопоказаниях к операции. Да, давайте сначала о противопоказаниях поговорим, кому ни в коем случае, ну, может быть, на данном этапе не следует обращаться к базальной имплантации. Противопоказаний очень мало, и они стандартные, как и для любого вида оперативного вмешательства, будь то имплантация или удаление зубов, любое хирургическое вмешательство. Это онкозаболевание, это химиолучевая терапия, это туберкулез открытой формы, ВИЧ-инфекция. Больше противопоказаний нет. И, как правило, базальная имплантация справляется со всеми случаями отсутствия зубов за крайне редким исключением при очень выраженной атрофии костной ткани. То есть мы здесь говорим о том, что беременным можно тоже делать по одновременной операции? Нет, беременная – это отдельная категория. Хотя противопоказания беременности нет. Потому что, наверное, обследования не было. Да, но беременным мы не можем сделать трентгенологическое обследование, только лишь поэтому. Ну, соответственно, дети младше 18 лет... То есть от 18, потому что кость растет еще, да, я так понимаю? Кость растет, да. В 18 лет зафиксировался организм, кости зафиксировались на своем месте, в своих размерах, поэтому уже можно это манипуляции с ними совершать. А верхняя рамка возрастная какова? Нет, никакой возрастной рамки у нас. То есть там, смотрим, по показаниям. Да, был самый старший пациент, женщина, ей было 97 лет. Да. Вот она очень хотела, как она сказала, поесть квашеные капусты не с помощью съемных протезов. Да, и, конечно, ее мечта осуществилась. Вроде как уже своими зубами получается. Да, поэтому нет абсолютно никаких возрастных ограничений. Только лишь вот состояние здоровья, да, на основании заключения врача-терапевта. Немаловажный вопрос еще. Материалы, которые используются при операции, что это за материалы и аллергичны ли они? То есть возможно ли возникновение аллергии, там неприятия какого-то этих вот народных, по сути, тела, организм самим? Имплантаты изготовлены из плава, в основе которого лежит титан. Титан, мы все знаем, что он абсолютно гипоаллергенный и полностью совместим с тканями организатора. Но он использует хирургию уже очень-очень давно. Да, конечно, то есть он используется в эндопротезировании, в кардиопротезировании. Из такого же сплава, кстати, изготовлены классические имплантаты. То есть сплав примерно один и тот же. Основной элемент – это титан. То есть здесь боятся каких-либо аллергических реакций. Есть теоретические такие данные, что минимальные 1-2% осложнений в виде аллергии на титан. Но мы не встречали такого в своей личной практике. Но это очень редкий случай, на самом деле. Это очень редкий случай. К сожалению, заранее выявить такие случаи не представляется возможным. Возможно, да. Потому что было у нас много программ про аллергию. Говорили, что чем с большим количеством материала природного вы сталкиваетесь, тем выше риск того, что увидите результат аллергии. Потому что есть такое мнение у некоторых специалистов о том, что у каждого человека есть свой аллерген. Конечно. И чем больше мы функционируем, чем больше мы действуем, тем более высока вероятность того, что мы с аллергеном встретим. Поэтому это естественная такая ситуация. Никто, наверное, не застрахован от такого, но в любом случае, если такая практика есть, если есть аллергия, наверняка наука шагнет еще дальше. Конечно. И мы уже от Титана в каком-то будущем, может быть, и откажемся. Конечно. Сейчас ведутся новые разработки, разрабатываются новые сплавы. Это все в будущем, я думаю. Титан, мы говорим, что это именно основание импланта. Нет, это весь имплантат. Да, он неразборный. У него есть основная часть, это корень, на котором есть резьба, с помощью которой фиксируется имплантат. И верхняя часть, это корни, это металлическая, титановая головка, которую мы видим в полости рта, и на которой фиксируется сам протез. То есть это неразборный имплантат, в отличие от классических имплантатов, у которых имеется корень, устанавливающийся в кость. В этот корень через определенный промежуток времени вкручиваются, скажем так, запчасти, на которые в дальнейшем фиксируются коронаки. То есть отличие от базальной имплантации, от классической, в том, что базальный имплантат, он неразборный, и сразу после установки этих имплантатов фиксируются протезы. То есть пациент через 3 дня после имплантации получает протез и начинает им жевать. И должен им жевать, потому что жевание стимулирует кость к восстановлению, таким образом... К заживлению. Да, к заживлению. Мы уже с вами затронули подготовительный этап, что необходимо проконсультироваться с очень-очень многими специалистами. Думаю, что у вас на сайте полный перечень есть, на консультации тоже это можно получить. Как проходит сама операция? Сколько времени она занимает? Насколько это болезненно, не болезненно? Вот об этом давайте сейчас поговорим. Сама операция занимает от 30 минут до 3 часов в зависимости от объема. Либо это восстановить 1-2 зуба, либо восстановить полностью. Довольно быстро. Да, недолго. Операция проводится без разрезов, она абсолютно травматична. И благодаря современным анестетикам пациент не ощущает боли во время операции. Так как операция без разрезов, в дальнейшем реабилитационный период проходит достаточно спокойно. И очень важно, что, как правило, за исключением очень редких случаев, не бывает синяков и отеков, что очень важно для пациентов, тех, у кого профессия связана с общением. То есть большинство, мне кажется, с общением, то есть так или иначе, лицо, это наша визитная карточка. Конечно. После базальной имплантации через 3 дня пациент приступает полностью к своей обычной жизни. То есть вот прошла у нас операция, 30 минут, будем брать помимо 1-2 зуба, если меняем. После операции что происходит? Человек сразу идёт на работу, возвращается или домой? Какой-то больничный может быть выписывается? После операции пациент уходит к врачу-ортопеду, врач-ортопед снимает слепки, передаёт в лабораторию. Прямо вот так вот сразу всё? Прямо сразу, да. Лаборатория приступает к изготовлению протеза. Пациент уходит домой. На следующий день и последующие 2-3 дня... Подожди, он уходит домой, получается, у него установлено основание, то есть корень. Да, основание. Но самой верхней части, то есть самого зуба, пока нет? Нет. Что-то там закрывает как-то, препятствует проникновению той же самой пищи, каких-то веществ туда? Эти имплантаты абсолютно ничем не нужно закрывать, потому что я уже говорила о том, что они фиксируются в полости рта без разрезов. То есть сверлится маленькое отверстие, и через него закручивается имплантат. Ну, я иногда пациентам на консультации, чтобы им было более понятно, сравниваю это с закручиванием шурупов стен. Примерно то же самое. То есть так как не бывает разрезов, то не бывает инфицирования слизистой, и пациент вполне спокойно через 2 часа может принимать пищу. Но пока еще без зуба. Пока еще без зуба. Но это ненадолго. Да, конечно. Сколько времени проходит, прежде чем зуб встанет на свое место? Обычно 3 дня. От 3, максимум, до 5 дней. Это тот период, когда пациент ходит без коронок с имплантатами, до фиксации коронок на имплантатах. Ну, соответственно, и период реабилитации, как вы говорили, 3 дня, да, и все нужно жевать, и нужно говорить. А вот еще по поводу речи. Насколько быстро уже можно снова говорить так же свободно, как говорил, до операции? Как правило, через 3 дня, когда пациенту зафиксированы протезы, пациент сразу начинает разговаривать. Но бывают моменты, когда при полном отсутствии зубов, когда изготавливаются полные протезы на верхней и нижней челюсти, моменты нарушения дикции, они имеют место быть, но эта проблема полностью решается с врачом-ортопедом, как правило, в течение первой недели. Дикция полностью восстанавливается. Да, ну, насколько я понимаю, после операции уже, когда все зубы восстановлены, когда это все красиво, эстетично, ограничений по образу жизни вроде как не должно быть? Нет никаких, абсолютно. То есть пациент принимает ту пищу, к которой он привык, пациент занимается своими делами, посещает спортзал, то есть ведет абсолютно свой привычный образ жизни. Какие-то, может быть, манипуляции непозволительные с точки зрения какого-то облучения, не облучения, там же все-таки титан в организме сейчас содержится в таком внушительном количестве. По поводу нагревания, то есть похода в баню, солнечные ванны, это все тоже можно? Это все тоже можно, но есть определенные ограничения, нежелательно в течение первых двух недель все-таки резкие перепады температуры, это перелеты, резкая смена климата. В принципе, это те же самые рекомендации, как после любой хирургической манипуляции в полости рта. И один из последних вопросов уже задаю, потому что время у нас уже стремительно заканчивается. Это ведь, наверное, дорого стоит? Так все расписали, прямо красиво, замечательно. Это очень хороший вопрос, потому что это первый вопрос, который задают наши пациенты, особенно когда речь идет о восстановлении всех зубов на верхней, на нижней челюсти. Если пересчитать и сравнить с классической имплантацией, то мозальная имплантация в разы дешевле классической имплантации в перерасчете на единицу имплантат. Стоимость имплантации, базальной имплантации в нашей клинике, к примеру, на одной челюсти в районе 250 тысяч стоит. Для тех, кто сверял цены, это на самом деле не так высоко, как могло бы показаться. Если сравнивать с классической имплантацией в перерасчете, один классический имплантат с установкой коронок примерно 70 тысяч стоит. базальный имплантат будет стоить примерно 40 тысяч. То есть разница существенная. Да, разница существенная. Ну и, соответственно, чем больше объем работы, тем меньше стоимость. Логично. Да. За более подробной информацией можно обратиться, я так понимаю, что в центр эстетической стоматологии «Денталия». На сайте есть вся необходимая информация, можно позвонить, проконсультироваться, номер телефона. Укажем? Да, конечно. 40 30 33. 40 30 33 – это «Денталия». Вас готовы проконсультировать. Приходите, записывайтесь на консультации. Мы сегодня говорили о базальной имплантации, таком инновационном методе, таком, на самом деле, важном и прогрессивном, в первую очередь для Кирова. Как оказалось, сравнительно недорогим. Сегодня в студии была Маргарита Зырянова, хирург-имплантолог-парадентолог центра «Денталия». Спасибо большое, Маргарита Михайловна, за консультацию. На самом деле, очень продуктивно. Приходите еще и рассказывайте о новинках, которые в вашем центре производятся. Спасибо вам. Будем очень рады помочь. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.